доброе утро уважаемые трейдеры приветствую вас на торговой сессии вторника продолжаем анализировать фундаментальные события и смотреть как они влияют на динамику финансовых инструментов являющейся частью либо даже основой нашей торговой а спекулятивной активности то что сейчас происходит на финансовых рынках явно должно способствовать тому чтобы у нас было очень неплохое настроение ведь мы в целом видим то что отдельные рисковые инструменты которые ранее нами были помещены в разряд главных аутсайдеров сейчас действительно показывают ту динамику которую должны были показывать я здесь отдельный упор делаю на европейскую валюту потому что сколько месяцев подряд я пытался найти достаточные доводы для вас друзья чтобы вы согласились с моей позиции все таки усвоили все что я транслировал по негативу по фундаменту по слабым перспективам по состоянию монетарной политики также как и я пришли к решению о том что евро нужно продавать сейчас евро действительно находится в нисходящей динамике мы на пороге очень важных переломных психологических а уровней фактически мы находимся на них и при сохранении текущей тенденции при сохранении подобных настроений действительно впереди по той же паре евро доллар замаячит уровень 110 напоминаю то что этот уровень совпадает со целевыми ожиданиями если мы сможем добраться до этого уровня вот в предстоящем квартале 2019 год первое полугодие будет крайне результативным для нас тем более что параллельно мы ведь еще и делаем акцент на прочие финансовые инструменты отдельная история нефтянка которая также нас пока радует ну конечно же мы обо всем этом поговорим давайте а в целом по содержанию экономического календаря сегодня мы следим за данными по активности в строительном секторе англии это отчет который продолжает серию данных и статистики по оценке активности тотально по всей экономике вчера у нас был производственный сектор сегодня строительство далее у нас будет сфера услуг конечно же а строительному сектору стоит отводить изначально самую меньшую роль влияние на ввп примерно около пяти процентов куда больше эффекта и влияние на фунта стоит ждать когда вы данные по активности в сфере услуг но все равно для общей картины друзья будет не лишним сегодня посмотреть как обстоят дела с этим сектором но не нужно торопиться с выводами потому что статистика как и раньше пока что ничего не значит для англии даже если кто-то из вас пытается найти ответы в том что будет с процентными ставками в отдельных отчетах по активности производства строительства и сферы услуга не заблуждайтесь ответов не будет пока не прояснится ситуации с а брэкзитом она как вы знаете находится на прежних запредельных уровнях неопределенности дальше у нас 1530 заказы на товары длительного пользования в сша в частности статистики действительно по штатам очень много мы будучи наверное продавцами ну я точно а доллара в каждом из отчетов пытаюсь найти негативный момент я понимаю что есть среди тех трейдеров которые спеку лируют долларом и покупатели поэтому они конечно же руководствуется другим подходом и пытаются в каждом отчете найти то что все-таки заставит усомниться скептиков что американская экономика может оказаться в состоянии рецессии ну наверное шансы и у оптимистов и у пессимистов сейчас примерно равны потому что доводы серьезные есть и у тех и у других но здесь нужно просто занимать друзья позицию которую вы считаете правильной я считаю что правильная позиция пока что не говорить о хорошем безоблачном на будущем до американской экономики ставить на то что валюта которая стоит за этой страной будет впоследствии дисконтировать все больше и больше рисков это что доллар периодически растет это вот следствие только лишь какого-то тотального позитивного фонда вот например как переговоры между сша и китаем стоило только появится позитиву мы видим как доллар начинает расти против иены потому что иена у нас традиционная валюта убежище с более выраженными защитными качествами на позитиве конечно же нет смысла пока делать акцент на ее рост но ситуация может и очень быстро измениться в 23 30 статистика от американского института нефти по запасам важный релиз потому что это уже много раз мной было подмечено репетиции перед выходом официальных данных и вы помните что за последние как минимум три недели а статистика по запасам нефти очень сильно влияет на котировки а черного золота завтра у нас очередной отчета по этому сегодня у нас репетиция на завтрашнем брифинге мы безусловно поговорим о статистике но я считаю что сейчас у нас нож крайне высокие шансы друзья добраться до сопротивления 70 долларов за баррель я призывал вас сметить на этот уровень мы увидели хай уже 69 48 и фактически ну рукой было подать до планки 70 ты сейчас очередь катили 69 10 но все равно я уверен то что до конца этой недели мы сможем добраться до указанной планки не нужно мудрить в плане того что может быть имеет смысл поддержать оппозицию дальше возможно уже замахнуться на цель в районе 75 это если вы сделаете такой выбор друзья ваш выбор я может быть отчасти вас в этом буду поддерживать но все-таки мы с вами долго боролись за уровень 70 ты наверное нужно быть благодарными рынку за то что он все-таки вернул а котировки к этой планке как только до нее доберемся моя рекомендация все-таки начинать уже фиксироваться почему нефть растет для причины самом деле много целом я хотел бы сказать то что второй квартал нефтянка начала на мажорной ноте я вчера говорил вам результатах первого квартала действительно самые лучшие результаты за последние 10 лет роста по бренд WTI более чем на 25 процентов по WTI по моему там даже 34 процента сейчас уже точно повыше потому что WTI двигается сейчас по активнее причина роста это общее улучшение спроса на рисковые активы ведь мы с вами на прошлой неделе констатировали прогресс в переговорах между сша и китаем частности китай пошел на уступки и помимо вдобавок обещание закупить много сельхозпродукции вдобавок к обещанию заключить контракт на закупку спг сша жиженного природного газа стоимостью в несколько десятков миллиардов долларов сделал еще ряд уступок либо сделал ряд шагов навстречу тому что нужно было сша по самому важному вопросу технологическому и соответственно это приободрило инвесторов поскольку участники рынка считают что подобные действия и уступки со стороны китая фактически приближают подписание от этого соглашения так долго ожидаемого соглашения которое призвано положить конец тарифной войне локальный этот позитив разделяю но считаю что пока что не нужно говорить гоп потому что мы в целом еще и не перепрыгнули ведь если бы этот позитив был бы достаточным для того чтобы уже начать и готовиться и попытаться сделать все возможное чтобы организовать финальную встречу между трампом и сединпином мы бы об этом уже слышали однако молчат ведь значит нет еще оснований для этого есть разногласия и стоит только фундаменту измениться стоит только новостям появится не таким как в конце прошлой недели тут же о теме отношений сша и китая заговорят другом ключе вот к этому друзья будьте готовы потому что сша и китай это точно не база на которой можно очень долго расти это пока что события крайней волатильности влияния то есть и негатива хватает и позитива но пока мы точно не можем определиться с тем какой конечный эффект этого будет на рынке в общем возвращаясь к нефтянки признаю то что локально рынок делает акцент на позитив потому что его давно не и снижаются риски за перспективы мирового экономического роста все это позволяет нам выйти на показатели спроса и предложения но в общем вы знаете друзья я не буду на этом зацикливаться еще что можно в плане позитива отметить это вчерашний ну почти доклад очень скоро мы увидим официальную оценку о том что производство нефти в рамках опек прошлом месяце было дополнительно снижено на 295 тысячи то есть фактически сейчас мы в рамках опек видим показатель добычи минимальный 2015 года это явный признак того что сокращается предложение и опек и частности саундеск аравия как лидер этого объединения по-прежнему очень чистоплотный в плане соблюдения обязательств по энергетическому а пакту резюмируя все это друзья получается что фон нас по прежнему располагает к покупкам не забывайте что чем выше нет тем больше шансов что будут сниматься чехлы скажем так с крупных буровых в сша и тем больше они будут добывать добычу это негативный фактор но о нем мы поговорим о позже пока что нужно тянуть до отметки 70 долларов за баррель доллар е на 111 34 предлагаю вам сделку сэл лимит с уровня 111 60 думаю что разворот должен произойти потому что чудо не может случиться в этой валютной паре потому что очень серьезным якорем для доллара априори должны выступать показатели доходности американских облигаций десятилетки хоть и подрастают три дня подряд уже но все равно находится на крайне низких скромных значениях 247 процента статистика тоже разочаровала в целом ручные продажи минус 0,2 процента пима и производственном секторе 52 и 4 из 53 и а эсэм чуть-чуть поддержал настроение но я думаю что все равно у нас остался такой эффект неудовлетворенности что ли от а статистики потому что мы видим что есть очевидные доказательства того что отдельные сектора буксуют наконец-таки я услышал то что хотел услышать от морган стэнли не то чтобы от них именно от крупного инвестбанка о том что федрезер в этом году не повысит процентную ставку то есть раньше морган стэнли признавали допускали прогнозировали что фрс поднимет ставку единожды я занял ранее позицию того что фрс не будет повышать процентной ставки и вот получил доказательства того что такую позицию разделяют и отдельные некоторые банки но я уверен то что очень скоро эту позицию начнут транслировать буквальном смысле все также морган стэнли пересмотрели прогноз по доходности в десятилеток на 2019 год ожидают что показатель доходности снизится до уровня 225 процента это тоже в плоскости моих рассуждений и моего мнения уверен что именно там мы будем наблюдать американские облигации со всеми вытекающими последствиями для доллара поэтому ждем конечно же новостей по отношениям и переговоры в сша и китая я настраиваюсь наверно на худшее чтобы допустить такой сценарий и потом уже ничему не удивляться что могут прийти и плохие новости я вижу что сейчас происходит с долговым рынком вижу что происходит статистика поэтому в целом прогнозирую что доллар иена пойдет очень скоро вниз как это было раньше и мы снова будем бороться за уровень 110 евро против доллара 1 11 19 здесь прямо какой отчет мы бы вчера не посмотрели это то что усиливает наши ожидания потому что евро аутсайдер это активность в производственном секторе германии 44 и 1 со 47 и 6 активность производственном секторе еврозоны 47 5 49 и 3 советую найти экономической календарь и где есть возможность отследить тенденцию графически посмотреть убедитесь что страшная динамика происходит что-то ужасное для еврозоны и поскольку мы говорим о производстве частности германии локомотиве валютного блока мы понимаем что без оздоровления этого сектора ни о каком росте и речи быть не может еще больше акцент на что я хотел был сделать сейчас на что хотел бы обратить ваше внимание это указатель инфляции базовая инфляция просела с единицы друзья до на целых восьми десятых процента переплюнув мои самые смелые ожидания по снижению и хорошо потому что я настраивался на негатив но в итоге все оказалось даже хуже но поскольку в данном случае плохая статистика это поддержка для короткой позиции все оказалось очень хорошо для продавцов евро то есть для трейдеров разделяющих такую же позицию как и я на таких данных друзья евро не может расти но возможно что-то в тотальных настроениях и может спровоцировать локальный интерес к евро но мы вы видите что мы периодически после непродолжительного роста все равно возвращаемся к монетарной политики еврозоны понимаем что евро позиционно на основании внутренних факторов должен снижаться и он снижается поэтому сейчас 112 и ждем уровень 110 австралийс против доллара 070 80 впереди поддержка друзья 070 ставка которая